Это было за 8 лет до начала конфликта. Что спровоцировало конфликт, когда вы решили, что вам нужно сделать этот шаг? Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью и про гарантов, трёх гарантов, которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился, был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов убедить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертва? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало операции на Донбассе? Вообще нет. Вот этого я не понимаю. Вот в этом и про счёт. ЦРУ довело своё дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Всё можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путём, без всяких жертв, без начала войных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В Голубенька не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза всё должно было быть так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО, без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетия – не делайте этого, не делайте того. А что последовало триггерам в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного регулирования на Донбассе, руководство сегодняшней Украины, министр иностранного отдела, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявил о том, что им ничего не нравится в этих минских соглашениях, иными словами исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции, прямо сказали, что подписывали, уже в наши дни, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минска, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос. Вы говорили с госсекретарем, с президентом, может быть, они боялись с вами разговаривать, и говорили вы им, что если они будут продолжать накачивать Украине оружие, то вы будете действовать. Мы постоянно об этом говорили. Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских сторон, чтобы вот этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было ещё уговорить, возвратиться как бы в рамки украинской государственности, то постепенно, постепенно, рано заживут, постепенно, постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия, всё постепенно, постепенно срастётся. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос, но этого мы не могли позволить. И всё дошло вот до этой ситуации, когда на Украине объявили, нет, мы не будем ничего. Начали ещё подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали её в 2022 году. Это попытка её прекратить. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? Достигли ли вы своих целей? Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Это одна из проблем, которые мы обсуждали. И в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале, но по нашей инициативе завершился, потому что нам европейцы, в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску. Надо отвезти войска от Минска. Хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договорённости, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооружённому противостоянию при помощи Соединённых Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась и так, как она выглядит сейчас. Денцификация, что это означает? Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денцификация. После обретения независимости, вот Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности таких ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что в начале XIX века, когда появились теоретики независимости и суверенитета Украины, они исходили из того, что Украина, независимая, должна иметь очень доброе и хорошее отношение с Россией. Но в силу исторического развития, в силу того, что когда эти территории находились в составе Речи Посполитой, Польши, украинцев достаточно жестоко преследовали, изымали, пытались уничтожить эту идентичность и вели себя очень жестоко. Это всё осталось в памяти народа. И когда началась Вторая мировая война, часть этой крайне националистической настроенной элиты начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесёт им свободу. И немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны, Бандеры, Шушкевич. Вот именно этих людей сделали национальными героями. Вот в чём проблема. И нам всё время говорят, ну, национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их давим, и в других странах их давят, а на Украине нет. На Украине из них сделали национальных героев. Им памятники возводят. Они на флагах, их имена кричат, толпы, которые ходят с факелами, как в насыске Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо это, практикуя теорию, прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает, там, часть людей, вот я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то, считая себя отдельным народом, имеет на это право, но не на основе нацизма, правильно, нацистской идеологии. Вот смотрите, президент Франции, президент… Вы будете удовлетворены той территории, которая у вас есть уже сейчас? Нет, нет, сейчас закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Но кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины и евреи по националисту. А что вы будете с этим делать? То есть Гитлера уже 80 лет нет в живых, и на СССР в Германии больше не существует. По правде. Это правда, да. Я думаю, что вы говорите, что вы хотите потушить этот пожар украинского национализма. Как это сделать? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. И можно я скажу, как я думаю? Да? Не будете обижаться? Он, казалось бы, тонкий. Он очень противный, этот вопрос. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да? 80 лет. Значит, но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент сегодняшней Украины аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое деноцификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют в жизни и стараются её сохранить. Вот что такое деноцификация. Вот что мы под этим понимаем. Хорошо. Я, конечно, не защищаю нацизм или неонацизм, но мой вопрос в практическом плане. Вы не контролируете всю страну и не кажется, будто вы хотите, что всё её контролируете. Но каким образом вы сможете тогда выкорчевать идеологию, культуру, какие-то чувства, истории в стране, которые вы не контролируете? Каким образом этого достигнуть? А вот знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что там есть это всё в письменном виде, что на Украине не будет оккультивироваться неонацизм. В том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсов, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацизм? Ведь нет, правда? А вот и всё. Будут ли переговоры? И почему до сих пор таких переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине не было? Мирных переговоров? Они были, они были. Они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложного процесса. Но всё-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, именно Украина, выбросила все эти договоренности. И приняла под козырёк указание западных стран, европейских, Соединённых Штатов, воевать с Россией до победного конца. И больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого регулирования. Но для того, чтобы о чём-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал, не помню. Можно посмотреть там. Вы не помните? Ну, а что, я должен всё помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические... Да, но он финансирует войну, которую вы ведёте. Ну да, он финансирует. Но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно. Я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит на Украине, отталкивая Россию. Я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря. Здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я ограничусь. А что он сказал? Можно у него, спросите, пожалуйста. У него, вам легко, вы гражданин Соединённых Штатов, поезжайте, спросите. Мне некорректно комментировать наши разговоры. Но с тех пор вы с ним не разговаривали после февраля 2022 года? Нет, мы не разговаривали. Но у нас есть определённые контакты по разли. Кстати говоря, вот вы помните, я вам рассказывал про моё предложение вместе работать в системе противоракетной обороны? Ясно. Можно спросить у всех. Они же все, слава Богу, живы-здоровы. И бывший президент, и Кандализа жива-здоровы, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний директор Центрального разведуправления господин Бёрнс, он тогда был послом в России. По-моему, он был очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров. Спросите у него. То же самое и здесь. Если вам интересно, что ответил мне господин президент Байден, ну спросите у него. Во всяком случае, мы с ним говорили. Я прекрасно это понимаю. Но со стороны, для внешнего наблюдателя, может показаться, что всё это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны. Может быть, даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос? А что решать-то? Всё очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств, и я вам скажу, что мы говорим на этот счёт, и что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Всё закончится в течение нескольких недель. Вот и всё. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратите. Чего проще-то? Чего мне ему звонить? О чём говорить-то? Или о чём упрашивать? А вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чём говорить-то? Как вы считаете, обеспокоено ли НАТО тем, что это может всё перерасти в глобальную войну или даже в ядерный конфликт? Во всяком случае, они говорят об этом, и они стараются запугать своё население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди, ну, не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимаются реальной политикой, ну, просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. Вы имеете в виду угрозу российского вторжения, например, в Польшу или в Латвию? Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов. Ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы. Аргумент, я думаю, вы хорошо знаете, заключается вот в чём. Да, вот он вторгся в Украину, у него есть территориальные протязания на всём континенте. Вы недвосмысленно говорите о том, что таких протязаний территориальных у вас нет. Абсолютно. Это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. Встягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставить на грань уничтожения всё человечество. Это очевидно. Есть, конечно, средства сдерживания. Нам всё время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Как вы оцениваете такое заявление? Это провокация, причём дешёвая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наёмники из Соединённых Штатов. Больше всего наёмников из Польши. На втором месте наёмники из США, на третьем – из Грузии. Ну, если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит, безусловно, поставит человечество на грани очень серьёзного глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединённым Штатам? Зачем? За тысячи километров на национальной территории у вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом, с лишним триллионом долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже, понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца. И, понимая это, всё-таки начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к её интересам, и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Кто взорвал Северный поток? Вы. Конечно, вы. Я был занят сегодня. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. У вас есть свидетельства того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали. Но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а ещё того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. Я не совсем понимаю. Это крупнейший акт промышленного терроризма за всю историю. Более того, крупнейший выброс СО2 в атмосферу. Но с учётом того, что у вас есть свидетельства и у ваших спецслужб, почему вы не представите такие свидетельства и не победите в этой войне пропаганды? В войне пропаганды очень сложно победить в Соединённые Штаты, потому что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Да. Но вот вопрос. Вы работали в Германии, об этом хорошо известно. И немцы чётко понимают, что их партнёры по НАТО это сделали. И они, конечно, это нанесло удар по экономике ФРГ. Почему же тогда немцы молчат? Вот это приводит меня в замешательство. Почему немцы ничего не говорили по этому вопросу? Ну, меня это тоже удивляет. Меня тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада. Иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в Северном потоке-2, который взорвали, в Северном потоке-1, который взорвали. Северный поток-2 повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть ещё один маршрут через Польшу, Ямал-Европа называется. Там тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его. Но Польша с руки клюёт у немцев. Из общеевропейских фондов деньги получает. А основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. Хотя взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Я не понимаю. Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединённых Штатов по объёмам финансовой помощи Украине – это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто. Украинцы, откройте второй маршрут и, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают. Почему немцам не сказать? «Слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста. Пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе. Это роняет уровень нашей конкурентоспособности экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Ну, дайте нам нормально существовать, заработать в нашей экономике. Мы же вам деньги оттуда даём». Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. Вот, что здесь, что в голове, у них одно и то же. Там, вы знаете, люди очень некомпетентны. Может быть, мир сейчас разделяется на два полушария. Одно полушарие с дешёвой энергией, другое – нет. Я хочу задать вопрос по этому вопросу. Да, сейчас многополярный мир. Вы можете описать альянсы, блоки, кто на чьей стране? Как вы считаете? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая – более креативная и так далее. Но это всё-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей. Они рассчитаны на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным. Устойчивым и прогнозируемым. А дайте, пока голова разделена на две части, это болезнь. Это тяжёлая болезнь, тяжёлые заболевания. Вот мир проходит через этот период тяжёлого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это всё соединить? Ну, приведу один пример. Американский доллар объединил весь мир во многом. И как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединённых Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная, сколько там, по-моему, 3%, примерно 3-4, что ли. Это приемлемо для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно, о чём говорит долг 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничители, меры как ограничение расчётов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что бы у нас происходило. У нас примерно 80% до 2022 года в России, 80% расчётов во внешней торговле России были в долларах и в евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчётах с третьими странами. А сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчёты в долларах. Я считаю, что это полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединённых Штатов, налогоплательщиков Соединённых Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединённых Штатов в мире. Теперь у нас расчёты в юанях были, кстати, примерно 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединённые Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Думали, наверное, что всё рухнет, а ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединённых Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов. Вы спросите любого умного и думающего человека в Штатах. Что такое доллар для США? Сами его убивают. Я думаю, что это действительно справедливая оценка. Следующий вопрос. Может быть, вы обменяли одну колониальную державу на другую, но более такую щадящую. Но, может быть, Брикс сегодня в опасности того, что более добрая колониальная держава Китай будет там доминировать. Это как хорошо ли для суверенитета? Как вы думаете, вас беспокоит это? Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же, как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница – тысячи километров. Это первое. Второе. Мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих. Внешнеполитическая философия Китая не агрессивная. Она всегда ищет внешнеполитическую мысль Китая. Всегда ищет компромисс. И мы это видим. У нас следующий пункт такой. Нам всё время говорят. И вы сейчас попытались эту страшилку изложить в такой мягкой форме. Но, тем не менее, это та же самая страшилка. Вот объём сотрудничества с Китаем растёт, растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерацией. Спросите у европейцев, они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю. Но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало. Особенно, когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. И простых линейных решений здесь нет. Так же, как с долларом. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения Устава Объединенных Наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблема у тех, кто принимает решения. Минут назад сказали, что сегодня мир будет намного лучше, если там не будет двух конкурирующих союзов, альянсов, которые друг к другу конкурируют. Но, может быть, сегодняшняя американская администрация, как Вы говорите, как Вы считаете, настроена против Вас. Может быть, следующая администрация в США, правительство после Джо Байдена, захочет наладить с Вами связи, и Вы с ними захотите наладить связи. Или это негает роли? Сейчас скажу, но, чтобы закончить предыдущий вопрос, у нас 200 миллиардов долларов. Мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году мы, в этом году даже должны были достичь 200 миллиардов долларов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике 240 миллиардов долларов, если в долларах всё считать, у нас товарооброс с Китаем. И очень важная вещь, он у нас сбалансированный, этот торговой оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный. Но, а что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то страны БРИКС развивают очень быстрыми темпами. Вот смотрите, дай Бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран «семёрки» в мировой экономике составляла 47 процентов, это в 1992 году. А в 2022 она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16 процентов, а сейчас она превышает уровень «семёрки». И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых я сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встаёт, помешать невозможно. Надо к этому приспособиться. Как Соединённые Штаты приспосабливаются? С помощью силы, санкций, давления, бомбардировок, применения вооружённых сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень, извините меня сказать, даже если кто-то хочет уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе и в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Вы меня сейчас спросили, а вот другой руководитель придёт и что-то изменится. Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека. У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. И его там, знаю, в Штатах представляли каким-то там деревенским парнем, который мало о чём соображает. Уверяю вас, что это не так. Я считаю, что в отношении России он тоже проводил достаточно, наделал тоже много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украины и так далее. Но это же при нём было, он же давил там на европейцев. Но в целом у меня с ним были на человеческом уровне очень добрые и хорошие отношения. Он не дурнее любого другого американского или российского или вообще европейского политика. Уверяю вас, он всё понимал, что он делает. Так же, как и другие. У меня и с Трампом были такие наличные отношения. Дело не в личности лидера, дело в настроениях элит. Нет, если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причём с помощью силовых акций, то ничего не изменится, только будет хуже. А если в конце концов придёт осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня ещё у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. И вот смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательных способностей, по объёму. Она обогнали США уже давно. Потом США, так? А потом Индия – полтора миллиарда человек. Потом Япония. На пятом месте Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально, с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчёта в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов, санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций в мире, которое применяется, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Но надо же подумать, что делать. Вот если вот это осознание придёт к правящим элитам, то да, тогда, и тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него и избиратели, и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то измениться. Описываете две разные системы, говорите, что лидеры действуют в интересах избирателей, но в то же время какие-то решения правящими классами принимаются. А вы вот страну возглавляете много лет, а как вы думаете, с вашим опытом, кто в Америке принимает решения? Я не знаю. Это Америка сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам не просто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах, разве можно это понять, когда в каждом штате своё законодательство, и каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штатов. Двухступенчатая выборная система – там очень сложно в этом разобраться. И, конечно, есть две партии, которые являются доминирующими, республиканцы и демократы, и там в рамках партийной системы центры принимающие решения, готовящие решения. Потом, смотрите, вот почему в отношении России после развала Советского Союза были, на мой взгляд, такая ошибочная, грубая совершенно, необоснованная, ничем политика проводилась. Давление. Ведь это политика давления. Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны. Это же всё элементы давления. Давление, давление, давление. Потом затягивание в НАТО Украину. Это же всё давление. Почему? Я думаю, в том числе и потому, что были созданы, условно говоря, избыточные производственные мощности. За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано, и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство, надо продолжать долбить Россию, пытаться её доразвалить, создать на этой территории несколько квази-государственных образований и их уже подчинить себе в разделённом виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка. В том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостоянии со Советским Союзом. Вот нужно от этого избавиться, должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Вот Индонезия, посмотрите, как развивается. 600 миллионов человек. Вот куда от этого деться? Никуда. Надо просто исходить из того, что Индонезия войдёт, она же входит в клуб ведущих экономик мира, как бы ни было, кому-то нравится или не нравится. Да, мы понимаем, отдаём себе отчёт в том, что в Соединённых Штатах, несмотря на все проблемы экономические, всё-таки в Штатах нормальная ситуация, и рост приличный экономики, 2,5%, по-моему, процента ВВП растёт. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется. Как я уже сказал, мир всё равно поменяется, вне зависимости от того, даже чем закончатся события на Украине. Мир меняется. И нужно это, понимая это. В самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты всё-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши эксперты пишут, я их читаю просто. Вопрос только, как это будет происходить – болезненно, быстро или мягко, постепенно. И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански. Просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и всё. И для того, чтобы их оценивать и менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперёд, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровень политического руководства. Я должен спросить. Вы чётко сказали, что расширение НАТО стало нарушением и без обещаний, и является угрозой вашей стране. Но до того, как вы отправили войска на Украину, на конференции по безопасности, вице-президент США поддержал стремление президента Украины вступить в НАТО. Вы думаете, что это в том числе спровоцировало военные действия? Мы просто, я ещё раз повторяю, мы многократно, многократно предлагали искать решения проблемам, которые возникли в Украине после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но нас никто не слушал. И больше того, украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что оно не будет исполнять Минских соглашений. Им там ничего не нравится. И продолжало военную активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами. Под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров там по существу начали создавать базы. Вот и всё. Но в Украине объявили, что русские являются, закон приняли, нетитульные нации. И одновременно принимали законы, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине. Украина, получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские на этой территории – нетитульная нация. Нормально? Вот это всё в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали на неё нацисты на Украине в 2014 году вооружённым путём. Вы думаете, что у Зеленского есть свобода для того, чтобы вести переговоры по урегулированию этого конфликта? Я не знаю детали. Мне, конечно, трудно судить, но думаю, что есть. Во всяком случае, было это. У меня уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил ему, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Я не буду говорить, что он ответил. Это отдельная тема, я считаю это некорректным. Но что касается свободы выборов, почему нет? Он же пришёл к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведёт Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счёт этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришёл, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, и от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединёнными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. Считаете, что сейчас, в феврале 2024 года, у него есть свобода говорить с вашим правительством, попытаться как-то своей стране помочь или, может быть, он может вообще сам это сделать? Ну, а почему нет? Он же, считая себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы считаем в России, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот. И в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, в этом качестве его признают и Соединённые Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил. Мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам всё дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы согласились с этим предложением. Посмотрите же, опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть, это вопрос, хотят они или нет. А после этого ещё господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну пусть отменят этот декрет, и всё. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам всё, мы слышим. Готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну что же, он пускает, меняет свой декрет и наступает в переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень печально. Потому что, как сказал господин Арахами, мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? That's a good question. Where do you think he is, and why did he do that? Зачем он это сделал? Да хрен. Хрен его знает о чём-то, если я не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности. И от небольшого ума. От чистого сердца, но не от большого ума. Вы описали связь между Россией и Украиной, вы описали Россию, что это православная страна. Вы говорили об этом. А что это значит для вас? Вы лидер христианской страны. Как вы сами себя описываете. Какой эффект это имеет на вас? Вы знаете, как я уже сказал, в 1988 году князь Владимир крестил, сам крестился, по примеру своей бабки, княгине Ольге, а потом крестил свою дружину, а потом постепенно, в течение лет, крестил и всю Русь. Это был длительный процесс. От язычников к христианам много лет занят. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом её сила. Это абсолютно однозначно. Да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, о которых я сейчас сказал, о которых являются традиционными религиями Российской Федерации России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать, они одинаковыми являются. Это всё, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности, потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают её своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются или в Европу ещё более ясный и понятный пример люди приходят, но они же пришли со своей исторической родины к вам либо в европейские страны, а люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной, у них нет другой родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья, и это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные, между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Почему в России так разве и так... Если позволите, религия отличается, вот в чём дело в том, что христианство не насильственная религия, Христос говорит, подставить другую щёку, ты не убей и так далее. А каким образом лидер может быть христианином, если приходится убивать кого-то другого? Как можно это примирить в себе? Очень легко. Если речь идет о защите себя и своей семьи, и своей Родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота. С начала боевых действий на Донецке, на Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее. Что касается религии в целом, она, знаете ведь, она не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. И мы так, у нас культура такая, человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе как гений русской культуры и русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот всё-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но всё-таки западная культура, она всё-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что-то плохо. Это даёт возможность сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. И это, конечно, нам нужно... То есть вы считаете, что что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни? Говорите ли вы себе, что тут я вижу действия каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда нет. И одни... Это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, к которому они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры, но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана, и потом из Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась, потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться, ну, как мы сейчас говорим, экономически, они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Развалился долго, 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шёл 500 лет. Разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. So, when does the AI empire start, do you think? Ну, когда начнётся тогда империя ИИ, искусственного интеллекта? У меня всё в более сложные вопросы погружаете. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека. Человека-война, человека-учёного, человека-спортсмена. Вот сейчас, вот говорят, в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Что вы об этом думаете? Ну, Маска… Я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он всё равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договаривать. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо ещё каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, всё равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества и невозможно прекратить исследования в ту или другой области. Эти исследования всё равно будут, но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. Спасибо вам большое за то время, которое вы нам уделили, и я хочу задать ещё один вопрос. Иван Гершковиц, ему 32 года, американский журналист, он находится в заключении уже в течение более чем года. Это большая история в США. Я хочу спросить у вас, вы готовили бы в качестве жеста доброй воли освободить его для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров. И, когда я говорю партнёров, имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы её решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. Ну, конечно, всё происходит в течение веков. Страна ловит шпиона, задерживает его и потом обменивает на кого-то. Конечно, это не моё дело. Но отличается эта ситуация тем, что этот человек совершенно точно не шпион. Это просто ребёнок. И, может, он, конечно, нарушил ваше законодательство, однако он не шпион и совершенно точно не шпионил. Может быть, он находится всё-таки в другой категории. Может быть, несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого? Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион. Но есть определённые вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался, он получал закрытную секретную информацию, причём делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал всё по неосторожности, по собственной инициативе, но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и всё доказано, ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Мы с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну как, что это такое? Значит, повторю ещё раз. Вы говорите, что он работал на американское правительство, на НАТО, или же он просто журналист, который получил информацию, которая не должна была оказаться её в руках. Мне кажется, всё-таки есть разница между двумя этими категориями. Я не знаю, на кого он работал. Но, повторяю ещё раз, получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американцев к спецслужб, в каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересовано в получении этой информации. Вот, ну, это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определённые наработки, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взлетых в плен, на дорогу, а потом машины проезжал по их головам. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашёлся патриот, который ликвидировал в одной из европейских столиц. Вот, сделал он это по собственной инициативе или нет, это другой вопрос. Ну, вот он… Да, но Иван Кершкович ничего подобного не делал, это совершенно другая история. Он делал другое. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю ещё раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот, ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся по сути под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идёт диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что тот человек, о котором вы сказали, господин Кершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться. Но только надо договариваться. Я надеюсь, что вы его выпустите. Спасибо большое, господин президент. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой, в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Повторяю, диалог идёт. Чем больше мы придаём огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Всё должно быть спокойно. Но, честно говоря, с войной, я не знаю, работает это или нет. Если позволите, я задам ещё один вопрос. Может быть, вы не хотите отвечать по стратегическим причинам, однако не беспокоитесь ли вы, что происходящее на Украине может привести к чему-то куда более масштабному и куда более страшному? И насколько вы готовы, замотивированы позвонить, например, в Штаты и сказать, давайте договариваться? Так, послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединённых Штатов сегодня. Но это же очевидно. Правда, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Но мы же понимаем, да, что происходит. Финансовая поддержка, сколько, 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находится, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идёт оружия. Ну, конечно, поэтому скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Да, вы об этом уже сказал. Я прекрасно понимаю, конечно, что это не ругательство. И в самом деле сообщалось о том, что Украине не дали подписать мир по указанию бывшего премьер-министра Великобритании, который действовал по указке из Вашингтона. Вот почему я спрашиваю, почему вам напрямую не решать эти вопросы с администрацией Байдена, которая контролирует администрацию Зеленского на Украине? Ну, если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я схожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну, пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли это решение, там приняли решение, пусть они от него отказываются. Вот и всё. Ну, они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить, корректировать их ошибки. Они совершили её, пусть исправляют. Мы за. Хочу удостовериться, что я Вас правильно понимаю. То есть, Вы хотите добиться путём переговоров решения того, что происходит сейчас на Украине, правильно? Правильно. Но мы же добились этого. Мы создали компакт, большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора, не на всём, а на выдержке. Он подпись поставил свою. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Мы упустили, совершили ошибку, пусть вернутся к этому. Вот и всё. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я Вас верну ещё поглубже. Я уже об этом говорил, мы с Вами сейчас обсуждали это. Тогда вернёмся в 1991 год, когда нам обещали НАТО не расширять. Вернёмся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернёмся к декларации о независимости об Украине, где она провозгласилась о нейтральном государстве. Вернёмся к тому, что базы НАТО, американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернёмся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда, обратно, бесконечно. Но они же прикатили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте её. Мы готовы. Чего ещё? Не считаете ли вы, что было бы слишком унизительно для НАТО сейчас признать за Россией контроль того, что два года назад составляло украинскую территорию? Я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, желание есть. Вот до сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, осознание приходит, что это непросто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, если это осознание пришло, ну, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Больше того, ну, ладно, это уже будет здесь. Готовы ли бы Вы сказать, например, НАТО, поздравляю, Вы победили? Давайте ситуацию сохраним вот в том виде, в каком она сейчас. Ну, Вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Ну, или, точнее сказать, хотят, но просто не знаю. Ну, я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Но никак не могут понять, как это сделать. Ну, додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнеры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо. Теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы уже не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. И это бесконечная мобилизация на Украине, истерика там, внутренние проблемы. Ну, всё это рано или поздно всё равно мы договоримся. И вот что знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Всё равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу вам необычные примеры. Вот на поле боя происходят боестолкновения. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку. Конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретные примеры жизни и боевых действий. Наши солдаты им кричат, шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живо, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат, русские не сдаются, и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени какой-то элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другого. Нет. Воссоединение произойдёт. Оно никуда и не делается. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся её разделить. Закончим? Или что-то ещё? Ну, я думаю, это здорово. Спасибо. Спасибо большое, господин президент. Спасибо большое, господин президент. Спасибо. 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 Спасибо.